Май в российском автомобильном мире начался затишьем, ведь на длинных праздниках отдыхают все заводы. Работает один-единственный КАМАЗ, о котором мы поговорим подробно, ведь камский автогигант не только копит силы на восстановление линейки, но и строит планы по расширению. Ещё серьёзнее планы у китайцев. Посол КНР в России Джан Ханьуэй открыто заявил в интервью ТАСС, что китайские производители продолжат осваивать российский рынок и стремиться к увеличению объёмов производства и продаж. Очевидно, что знать о себе дадут не только новые бренды, но и старые. Например, Фотон, который собирается вернуть в Россию легковые модели. Тем временем в Европе неделя прошла под флагом внедорожников. К производству готов и Neus Grenadier. Едва ли не единственный в современном мире неэлектрический стартап. Абрабус выкатил невероятные багги на собственном шасси. Крутой отечественной новинкой, которую буквально на взлёте карьеры подрубили западные санкции, считается КАМАЗ свежего поколения К5. В условиях всевозможных ограничений кабинный модуль Mercedes Actros, задний мост Daimler и другие импортные комплектующие оказались непозволительной роскошью. Так что выпуск таких тягачей и самосвалов временно поставлен на паузу. На самом деле эта пауза больше имиджевая. Так, в прошлом году КАМАЗ сделал 44 тысячи грузовиков, из которых на серию К5 пришлось лишь 2300 экземпляров или 5% от общего тиража. А вот потеря предшественника, семейства К4, для предприятия гораздо более значима. Одних только тягачей модели 5490 клиентам передали более 6 тысяч машин. Но опять же, кабину от мерседесовского Axor нынче никак не достать. Её по частям привозили из Турции, затем сваривали на месте. Двигатель и задний мост такого КАМАЗа тоже стопроцентный импорт от Daimler. При этом модель 5490 умудрилась стать самым востребованным грузовиком на российском рынке. По данным регистрации ГИБДД, в прошлом году спрос на тягачи и одиночки этой серии вырос на 50%, а суммарно клиенты приобрели более 8090-х. За три с половиной месяца текущего года одних только магистральников отгрузили около тысячи экземпляров. При этом некоторый запас дефицитных комплектующих на заводе имеется. Во втором квартале текущего года компания планирует выпустить 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 штук генерации К5. Затем выпуск четвёртых придётся полностью свернуть, а пятых поставить на долгую паузу. Впрочем, камазовцы обещают организовать мощный рывок, по максимуму заместив импортные детали отечественными. Нынешний план таков, что современное флагманское семейство вернётся на конвейер примерно через год. А может быть и раньше. Как нам стало известно, автогигант попросил смежников возобновить поставки компонентов этой осенью. И вообще дела обстоят неплохо. В этом году на строительство и ремонт дорог выделены колоссальные средства, так что перевозчикам и дорожникам точно понадобятся новые грузовики. И классические автомобили К3 их вполне устраивают. Более того, лонжероны рамы и топливные баки для К3 теперь начали делать на современных линиях, так что качество машин серьёзно подросло. Казалось бы, в эпоху санкций странно говорить об экспорте. Тем паче Камазу, попавшему во множество санкционных списков, включая даже британские. Однако челнинцы не просто не унывают, а готовят грандиозный проект по выходу на рынки Латинской Америки. Так в Аргентине хотят создать площадку по выпуску грузовиков, которая также будет поставлять технику в соседние Бразилию, Уругвай и Парагвай. Пока российский автогигант не имеет налаженных каналов поставки продукции за океан. Продажи идут лишь эпизодическими контрактами. Но строительство завода может радикально изменить ситуацию. Для строительства предприятия уже предложена территория. Плюс подобрана компания, которая станет партнёром КамАЗа. При том ужесточение Западом антироссийских санкций никак не отразилось на желании аргентинской стороны реализовать проект. Создавать автобусы можно разными способами. Самый простой — взять грузовое шасси, на которое затем выдрузить автобусный кузов. Получается дёшево, практично, но об организации низкого пола речи, конечно, не идёт. Для россиян самый известный пример реализации такого подхода — это, конечно, техника марки ПАЗ. Скажем, в основе модели Vector Next лежит грузовик Gazon Next. Притом конструкторам удалось организовать даже версию для перевозки маломобильных граждан. Как только КамАЗ показал средне-тоннажную модель Компас своего конкурента Газону и Валдаю, сразу пошли слухи, будто из этого бескапотника со временем состряпают автобусы малого и среднего классов. Теперь слухи обросли подробностями. Как уверяет телеграм-канал «Грузопоток», ульяновский завод C-MAS, пассажирские машины которого базируются на шасси Исудзу, планирует первым опробовать агрегатную базу КамАЗовского Компаса. В этой затее, к слову, нет ничего трудного. Ведь исходник Компаса — китайский Джак — по компоновке и конструкции практически полностью повторяет технику Исудзу. Так что появление такого автобуса — дело самого ближайшего времени. «БелАЗ» ищет альтернативу ставших санкционными немецким моторам МТУ и американским дизелям Камминс. Благо таковая обнаружилась совсем рядом. Выполнить задачу импортозамещения поможет Уральский дизельмоторный завод. В годы Великой Отечественной Свердловское предприятие выпускало дизели V2-34 для знаменитого танка Т-34. А сейчас здесь делают разнообразные двигатели для тепловозов, судов и стационарных установок. Но радоваться находчивости белорусских самосвалостроителей пока рано. Как минимум потому, что следом придется подбирать аналоги электрических трансмиссий, что прежде отгружала американская General Electric. В советское время существовала практика, когда завод, фабрика или другая организация получала большой земельный надел, который затем делила между сотрудниками на участке поменьше. Нечто подобное сейчас затеял калининградский «Автотор», ушедший в корпоративный отпуск почти до конца мая. Мало кто знает, но в состав холдинга входит фирма «Автотор Агро», которая ведет сельскохозяйственный бизнес в Калининградской области. И так, имея около 300 гектаров свободной земли, компания решила поделить их на небольшие делянки по 10 соток. И каждую такую делянку отдать заинтересованным работникам под сады и огороды. В прошлом году китайская марка «Фотон» фактически свернула продажи легковых моделей на российском рынке. Никаких официальных заявлений по этому поводу представительство бренда делать не стало, но факт остался фактом. Первыми иссякли запасы пикапов «Тунленд», а затем были распроданы и последние внедорожники «Савана». В итоге дилерские склады опустили, новые поставки остановились, а в гамме остались только средне-тоннажные грузовики. Тем удивительнее, что московский офис «Фотона» вдруг надумал вернуть и «Тунленд». Как уверяет агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчётность компании, «Поднебесный бренд» даже готов наладить сборку своих моделей внутри России. Вот цитата. «Для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство в РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии «Тунленд» и грузовиков S100 и S120 с крупным автопроизводителем. Что это за крупный автопроизводитель, в отчёте умалчивается. Но теоретически им может оказаться горьковский автозавод, которому «Фотон» поставляет кабинные модули для средне-тоннажного бескапотника «Валдай-Некст». В Нижнем Новгороде есть все условия, чтобы встретить китайцев. Как минимум после ухода мерседесовского «спринтера» у газа остались пустующие мощности. Притом в самом сердце завода — основном производственном корпусе. Российский союз автостраховщиков запустил перестраховочный пул в ОСАГО. Это механизм, который позволяет распределять ответственность и риски между страховыми компаниями. Проще говоря, одна компания, заключившая договор ОСАГО, может перепродать невыгодного для себя клиента другой компании. По замыслу это повысит не только устойчивость страхового бизнеса, но и доступность полисов, потому что страховщики перестанут избегать рискованных клиентов. Обычно это такси, автопарки, некоторые грузовики, водители из отдельных регионов и с малым стажем. Перестраховочный пул приходит на смену системе «Е-Гарант», которая работает с 2017 года и позволяет владельцам-физлицам покупать электронные полисы ОСАГО, если страховые компании отказывались продавать их на своих сайтах. «Е-Гаранта» было две проблемы. Первая проблема – в нем не было юридических лиц, поэтому водительцы такси, общественного транспорта, перевозчики различные, просто не могли в нем приобрести этот полис. Он был только для физических лиц, которые могли электронно подписать соответствующий электронный полис. Вторая проблема, связанная с «Е-Гарантом», это то, что вы обращаетесь в одну страховую компанию, а вам на выбор предлагают другие. Перестраховочный пул должен снять ограничения. В этом механизме для компании не нужна отдельная лицензия на перестрахование, а от клиента не требуется и вовсе ничего. Раньше эта компания в силу особенностей, что тариф не соответствовал или каким-то другим, отправляла вас в «Е-Гарант», и вы там выбирали из списка страховщиков, которые, может быть, вас не устраивали, или находятся далеко. Теперь эта компания с вами заключит договор «ОСАГО», если вы для нее проблемный, она ее просто перестрахует в перестраховочном пуле. А вот доступность самих полисов в перестраховочный пул повысит. Уже за первые три дня его работы 16% заключенных договоров автогражданки передавались на перестрахование. Это и есть процент проблемных клиентов. Причем с поправкой на новые экономические реалии. С того момента, как Land Rover прекратил выпуск оригинального Defender фанаты модели следят за судьбой проекта Grenadier, ведь поклонники культового вездехода получили шанс заиметь не просто возрожденную, а улучшенную версию своей иконы. Напомним предысторию. Джим Рэдклифф, глава британского нефтехимического гиганта Ineos, поначалу хотел купить у Land Rover права на классическую машину. Но встретил резкий отказ и решил действовать кардинально, создав собственный Defender. В итоге упрямый англичанин собрал команду специалистов и заручился инженерной поддержкой компании Magna и AWL. Временами амбициозный проект пробуксовывал, но теперь опасаться нечего — серийное производство новинки скоро стартует. Собирать внедорожники станет выкупленный у Daimler завод во французском Амбахе. Пока там выпускают микрокары Smart4Two, но летом производство малышей прекратится. Первыми гренадёры примут Европа, Австралия, Новая Зеландия, а также некоторые страны Африки и Ближнего Востока. Создатели надеются на отменный спрос, так как автомобиль должен выйти надёжнее старины Defo. Поэтому гарантия — пять лет, причём на Ближнем Востоке и в Европе, без ограничения пробега. Ради пущей долговечности список поставщиков составлен сплошь из именитых компаний. Раздаточную коробку предоставила фирма Tremac, приводные валы Dana Spicer, неразрезные мосты Carrara, пружины-подвески Eibach, а тормозные механизмы — Brembo. Наконец, блокировки дифференциалов выдал Eaton, а внедорожные шины — BF Goodrich. Ну а двигателями поделилась марка BMW. Это трёхлитровые рядные шестёрки — бензиновая и дизельная. Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый автомат CF. Независимо от двигателя, цена начинается с 49 тысяч британских фунтов. В гамме будут и фургоны, адресованные корпоративным покупателям, а частникам предложат полностью остеклённые пятиместные универсалы. Притом ценители комфорта смогут заказать кожаный салон, пару огромных люков и другие приятные излишества. Кстати, о салоне. Создатели посмотрели, как организовано внутреннее убранство кабин самолётов, кораблей и тракторов, а потом сотворили нечто похожее. В том смысле, что для всех перечисленных типов техники функциональность важнее дизайна. Тем временем в Германии другие иконы. Мастера из Ботропа сотворили свою версию Мерседеса Майбаха GLS 600, которая лишилась хромированного декора и обзавелась углепластиковым обвесом. Интерьер исходной машины полностью перешит. Кроме того, изменились настройки пневматической подвески. На высокой скорости 900 приседает на 25 мм. 4-х литровый мерседесовский битурбомотор двигателисты расточили на 400 кубиков, попутно внедрив новые турбокомпрессоры, поршни, шатуны, коленвал и топливные насосы. В итоге исходные 557 лошадок сменились табуном из 900 коней. При этом, чтобы поберечь трансмиссию, инженеры ограничили величину пикового момента. А также сделали настройки силового агрегата не злыми, а комфортными. Так что при разгоне до сотни Brabus будет лишь немного быстрее исходного Мерседеса. Что, однако, не помешало маркетологам навесить совершенно умопоморочительный ценник. За первый экземпляр модели просят полмиллиона евро. Другой любопытный проект от марки Brabus, которому также достался 900-сильный битурбомотор, вездеход Кроллер. Вообще краулерами принято называть «гусеничные трактора», но перед нами всего лишь колёсные полубагги. Впрочем, в контексте обсуждения машины ценой без четверти миллион евро оборот всего лишь применять не совсем правильно. Ведь перед нами первый Brabus, построенный немецким ателье на собственном шасси. В основе вездехода лежит стальной пространственный каркас, на который навешаны подвески и агрегаты. Оба моста портальные, то есть имеют колёсные редукторы, благодаря чему заявленный дорожный просвет превышает полметра. Двухтонная машина адресована любителям экстремального бездорожья, но, скорее всего, все 15 выпущенных кроллеров разбредутся под частным коллекциям, нежели будут месить грязь и покорять барханы. Хотя погонять на автомобиле, лишённом окон и дверей, наверное, весело. Тем более, что разгон до сотни занимает около трёх секунд. Максимальная скорость из соображений безопасности ограничена на отметке 160 км в час.